Итак, танчик ВК-3002. Он стоит уже очень серьезно, лям 800. До него достаточно долго идти, во всяком случае, в обычной версии. Понятное дело, что на 0,5 я до него очень быстро прокачался. Я, конечно, ожидал от него танчика побольше. Ну, сразу было видно, что он быстро, это можно было посмотреть, 60 в час он достигает. Ну, к слову говоря, достигает он это не очень быстро, то есть потихонечку разгоняется, но постепенно на нем можно и 60 выжать. В принципе, он на самом деле не кажется, на первый взгляд, именно по ощущениям, быстрым. Дальше что у него? У него порядка 1900 тысяч халсы, что весьма прилично. Его просто так не вынесешь быстро. С одной стороны, с другой стороны, есть все-таки пушки в игре, которые выносят его, чуть ли не с одного выстрела. Вот. Ну, вот в частности, практически там с одного выстрела. Он очень маневренный после прокачки шасси. То есть, вон он как вертится на месте, практически просто приятно. Едешь, он прям, чуть ли не на месте, там вращается по-разному. Дальше что? Пушка на него ставится не очень мощная. 138 или 132 пробития. Там лучше 132 ставить. У него ущерб 220, скажись. Ну, в принципе, так себе. Вот Маусу вообще вреда причинить невозможно. Я пытаюсь его гасить фугасами. Там, ну, типа, фугасами может хоть как-то, хоть какой-то урон нанести. Хотя я вроде, насколько я помню, вообще ему ничего не нанес. Соответственно, что можно сказать? Играл я на сервале 0.5 на нем. Поэтому получалось так, что в команде противников все время до хера было всяких. От ИС и выше. Соответственно, играть особо не получалось. Потому что даже ИС пробить, конечно, можно, но мало отнимешь. И, в общем, его выносили достаточно быстро. Но, в то же время, все равно, даже так можно было играть. А в обычном, на обычном серваке вряд ли особо много будет мощных танков. Поэтому на нем будет еще веселее. С другой стороны, все равно, можно сказать, что он не является нагибаторским. То есть, открыв его, никакого особого счастья у вас, к сожалению, не будет. Понятно, что всякие Т-28 и так далее херню можно гасить. Тридцать четверку вывести, наверное, легко. Потому что существенно больше холсы. Но все-таки там так себе.